До встречи на следующем Близконе, где мы вам точно что-нибудь интересного покажем. Ну что ж, нам сейчас будут показывать героев, живую игру, две команды с комментаторами. Альфа-версия игры, где вы увидите все сражения, и говорит, поэтому не судите все строго. Как у вас дела Близкон, готовы ли к всему этому? Я вот не знаю, стоит ли будет комментировать то, что будет происходить на мониторе, точнее переводить то, что они комментируют, потому что я вряд ли успею, особенно вот этот человек в пиджатике, он так умеет быстро говорить. Ну будем надеяться, посмотрим, ладно, не будем пока убегать вперед. А уже известно, кто будет именно в шоу-матчах участвовать? Нет, вот просто там, а какие команды? Нет, нигде не было указано просто. Может для турнира по Херстоуну тоже пригласили известных комментариев, там или ведущих. А сейчас будут играть создатели с Близзарда против... Против, и ты у меня вылетел, но я так понимаю, против создателей Ходстоуну. В смысле, героев. Скорее всего, ожидается. Пик Диабло сразу же, да? Ну так понимаю, система банов. Вообще на Солнце Шторм не разработали еще пока. То есть, Олл Пик, да? Режим. Игра, игра, мы проходите. Скорее всего. Элкин, ты вообще как? Да, я сейчас быстренько перезапущу все. Все, я вам. До того, как они начнутся. Ну, я то же самое сейчас сделал просто потому, что это... Ну, мне это еще в чате написали. Сейчас я стараюсь, что все буквально так отслеживаются, когда рывками начинается, я стараюсь перезапускать. Сейчас еще подредактирую чуть-чуть кошку. Ну, судя по девайсам, играет на стандартных мышках. Никаких-то там самых киберспортивных устройств не требуется. Там, кстати, по-моему, этот... Рейзер. На хер, это уже Шторм. Не, мышка 100% в SteelSeries. Ну, в SteelSeries с Кинзо и Литтеров. Так, вот у меня только грузится сейчас в свете. Нет, у меня все нормально, плавно иду. Все, у меня там видео просто подгружаться на все, но, видимо... Да, красные-голубые, вы готовы? Все готовы? Все готовы, но я не потихоньку сейчас начну туда дома. И вот здесь я могу за тебя спокойно поговорить. Да, давай, триньди, вот загружается игра, начинай... Да, и карта, собственно, как раз... Да, карта как раз... Бухты Черное Сердце, если я правильно помню название со вчерашнего дня, которые показывали. И как раз вот там вот будет вот этот призрачный корабль, который можно захватить и который, собственно, и будет помогать... Нет, захватить, нанять его за золото. Ну, хорошо, да, нанять его за золото, я немножко неправильно, скажем так, сказал... Выразился. Сразу выразился, да. Но суть в чем? То, что его можно купить, нанять, и он будет вам помогать в захвате. Я не знаю, просто можно, по идее, его убить, тоже так же, как и вот того Громива. А он исчезает. А, он просто исчезает. Он же призанг. Наносит ДД и убегает. Да, тогда все еще проще. То есть он бессмертный, но он сам исчезает. Вот, смотрим, у нас интересная команда подобралась. Так, у нас снова танцующая с эмоциями Керриган. Кто еще там? Абатур. Весичак, собранный из всех кусков мяса, я не помню, как его называть. Абом. Абом, да. Вот. У Абатуры главная цель, это быть скрытым. Он не должен, да. Но он должен быть скрытым, все время за ветками находиться и выискивать свою цель. И вот мы, кстати, там видели, я не успел посмотреть кого, но на лошади, на маунте. Да, на маунте побежали. Вот, и, кстати, то, чего не видел ты, скорее всего, когда шел ролик про WoW, по-моему, показывали такой момент, что... Я, первая смерть. Показывали такой момент, что... Керриган, да. Керриган как-то могла позволить убить своего бывшего союзника парня. И тут реально драка началась хорошенько. Ну, команда сразу же показывает, как именно нужно играть. Потому что только стиль, постоянный ганг, собирание монеток. Ну да, вот они и начали делать сундук. Но здесь же еще что есть, помимо, я не знаю, как на этой карте, но вообще говорилось о том, что можно захватывать дополнительные, скажем так, дополнительных юнитов, которые встают на вашу сторону. То есть, чего я не видел ни в доте, ни в лоле, о чем уже говорилось еще вчера, да, то есть... И вот это вот тоже интересная механика будет, как это будет здесь сделано. Ну, скорее всего, будет как бы массовое замесо, и где нужно будет грамотно попадать с киллами. Так, как бы основой успеха будет в игре. Ну, там механика, я вижу, из Warcraft'а третьего. И да, вот сейчас они собирают монеты, чтобы нанять... Кораблик. Да, нанять кораблик и внести первую лепту в победу. Или там они нанимают пирата, а он уже нанимает кораблик. Ну, скорее всего, они пропушивали будут. Монетки сейчас для этого собираются. Корабль через некоторое время откуда появится? Не, корабль как бы там он уже есть, просто... Он уже откуда унился. Да, вот он. То есть, для него просто надо собрать монеты. Смотри, как притянули бедного Грифота. И минус еще один. Бедняга. Почему не показывают от первого лица, как это все выглядит персонажем? Мне интересно просто, как заклинание. Ну, сама, да, панельки. Да. Потому что карту нам показали, стрим у меня упал. Так, сейчас восстановится. Гуф, гуф, гуф. Да, да, да. Получается, чем больше гангов, и больше контроля, и работать командой, как бы так, я понимаю, на этой карте. Ну, обычно по-нормальному как? То есть, два сверху, два снизу, один в центре, и все, пошли, поехали. Ну, тут еще возможно, что саппорт помогает монетки собирать какого-нибудь кэри-героя. Ну, если так можно выразиться. Получается, тут роль саппорта это помогание собирания монеток. А, вот, наконец, нам показали героя и заклинания их. Как вообще панель вся выглядит. Но, если честно, хоть я сам и не играл в лолу в доту, но и интерфейс. Похож интерфейсом. Не, интерфейс на самом деле не особо похож, но выглядит он скудненько, честно говоря. Хотя... Это альфа-батка. Да, да. Ну, но я как бы обсуждаю именно в данный момент, мы уже видим то, что видим. То есть, я же не могу сказать, там, а, вот, в будущем будет то-то-то, правильно? То есть, я не знаю, что будет в будущем, одеще, не говорили об этом. Ну, то есть, говорили, но не показывали. А вот, ну, я думаю, что получится. Нет, интересно, насчет айтемов, почему нет? Они есть, но, по идее, на этой карте они не нужны, насколько я понял. Ну, как бы монетки, да, что-то главное? Да, здесь главное собирать именно монеты. Вот там вот, левел 7, например, нужен, чтобы вот тех вот ребят захватить, которые сбоку. Сейчас на экране, ну, там видели. Вот сейчас вот как раз их бьет. О! Ну, кстати, таблощад вот такой же, как вот в популярных моба-игрях. Ну, больше спектакльский интерфейс какой-то, уже, как бы, с зачатки встроены. При том, что сам интерфейс еще пока видно, что это не конечная версия. Ну, мы же, как бы, опять же, смотрим сейчас от центрального компьютера. То есть мы же не можем смотреть от каждого игрока, правильно? Это будет довольно сложно стримить, поэтому мы смотрим с центрального, соответственно, он спектатором и является. Потому что даже вот там вот есть надпись от Everyone, ну, то есть смотреть от всех. Ну, да, не надо забывать, что это на движке второго стара построен, и присутствуют элементы старкрафтовского реплея, если кто играл. Вот, наконец-таки, наняли корабль, и он пробил первую башню. Сейчас будут добивать остальные. Я так понимаю, что пока башни не будут разрушены, вот этот щит, да, они не смогут войти. Вот первые наемники, у которых есть пушки, тоже будут воевать на стороне. Офигенно, кстати, выглядят, мне вот очень нравятся моделики персонажей, они очень красиво сделаны, хорошо проработаны, продуманы. Вот мы опять видим на волке, я, к сожалению, не знаю, кто это. А, это робот, робот такой. Инженер из третьего Старкрафта. Нет, это... Гоблин Тэчс. Гоблин, да. Ну, гоблин, инженер. Ну, как Рейнер на волке смотрится с твоей винтовкой, это тоже смешно. Там, кстати, разные ездовые животные можно приобретать. Да, там, я говорю, там, я про что хотел вначале сказать, то, что там даже пони будут. Да, красивые пони между прочим истинами. Да, розовые пони. Фигаси, дьябло дунул. Ну, у меня них прокрас. ой 4 струет форт видите получается середины карта основной битвы на переходе но вот как корабль и он им бусты дал что разрушил ворота их не и как хорошо толстычки пираты то сражаются право не замечали кто нибудь региона в команде что у них нет нижнего предъявления не искала увлекались дотой и лолом поэтому нам за этим уследить намного сложнее по моему непонятно все чего то ли скил кто-то прокачал ну да тут они говорят говорят что есть такая же ветка как в лоле то есть три ветки и ты можешь улучшать определенные скиллы героям то есть кстати вон кода бежит смотри что сейчас будут пытаться вынести вот главного вот этого бессмертного извращенца которого можно конечно убить но он прям не остановим они они взяли его на свою сторону то есть вот как раз вот про что они говорили да то есть пришли те полу коцаны и все я не его на свой период переводили сторону и он теперь за них все не уверены на этот победе сейчас ну да а кто кстати синие были разработчики или какие то проигроки а там у детей с разработчики против но одни разработчики против других то есть близарды против разработчиков героев если правильно понял но сейчас сейчас когда это лысый будет опускать их посмотрим кстати заметили что у них почти все очень-то одинаково ну да но у синих все двенадцатые уже у красных еще одиннадцатый то есть у них по идее больше шансов но посмотрим как говорится тут пока сложно что-то сказать в таверник герои неподолго сидят тут можно активно ой 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 смотри они еще и корабль все купили но но он сейчас все пропушит усиление снизу да это у синих большое преимущество тогда получается у нас же разработчики ранее показали это вообще имба не на ней само начало говорили что кто преимущество это по монетам преимуществом займет чтобы нанять корабль те и выиграют вторая вторая имба это тот скелет которого надо в пятером убивать он на коду диабло едет он инженер гоблин но и бедняга и синие по красные по-прежнему отстают от синих на один уровень чем гоблин даже помощь один столбов но вчера или пони у него кстати и замесили чирили блинку все таки через ветку менее прокачивать ну да только это не не вон пони побежала видел но вот на пони это течет ой 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 там чувствую сейчас вот это что-то долбанет да да уже на два лава стоит ребята но один ты чё но там только кровавого сраза за гуковин кстати большинство кулона ну да только раз только разработчики не только эти Кастеры играют Две команды Кастеры выигрывают Близзардов Ну и сейчас Походу опять прилетит С призрачного корабля Да там сейчас на прилетает Походу это где-то Четыре выстрела доделают Нет больше там я что-то смотрел Нет по одной базе Я пока не могу понять Что Абатур делает Он висит в героях Но его активного участия нет Он должен управляться любым другим существами Ну то есть он сам в бой не идет Как правило он весь на базе стоит И управляет Ну да То есть это такое существо которое качается За счет других Вы кстати заметили особенность Что многие гонки умения героев Как в третьем Варкрафте В Розентроне Ну и как в данте соответственно в первой Ну вот сейчас показали допустим Там была иконка с Диабло 3 Мне кажется Они сейчас как обычно Все наляпают А потом перерисуют в свой стиль Возможно Но так кстати неплохо выглядит Игрокам выглядит легче адаптироваться Ну допустим Ну допустим когда в первом Во втором Старкрафте Когда они сделали У них были стандартные иконки Двухцветовые Там зеленые по-моему на черном фоне Потом когда они начали перерисовывать Многие тоже в начале такие говорят А что-то не впечатляет Но потом привыкли Мне кажется они тоже подгонят под один стиль Он даже вот этого псевдопуджа Первое умение точно такое же Ну то есть касаемо Донтен Не касаемо Warcraft Ну вот Терраэль Видимо активный очень герой у него Сразу с блинка залетает Инициатор атакси Но все равно у них стана не хватает Вот у синей команды Ну синей команде надо просто взять Где-нибудь вместе Ну просто и пробить Потому что уже Смысла как говорится Вот так тягаться туда-сюда нету Им надо просто уже защиту пробивать И проходить Ну кстати монетки вроде заканчиваются Да? Поменьше потом выпадают Нет, тут же есть очень много мест Где они выпадают То есть смотри сколько красных сейчас прибыло Дополнительных помощников Не знаю правда насколько они сильные Но кстати отставаний уже еще больше Уже 3 левела Ну да Ну скорее всего они не заканчивают Быстро игру Чтобы показать больше Игралого процесса Да, что может просто да Позволить А что этот туман делает Это призрешный корабль Так стреляет Под эффектом тумана Нет, это не туман Просто Кто нам показывает игру Он 2 раза Отдалился И поэтому мы эти видим Облака Да, но зато мы видим больше То есть мы видим всю карту Вот И он Призрачный корабль Продолжает Атаковать Все что возможно Вот Да, и он еще выше поднялся Еще выше поднялся И теперь мы не видим облаков То есть он опустился Видимо в начале Интересно В самой игре можно это делать Будет или нет? Нет Это только для наблюдателей Как и в Старкрафте Нет Ну там все равно Может будет Ближе дальше То есть так же как и Дотер И в Вове В Лоле Не, я думаю не будет Это же все таки на движке Старо сделано Не, но я не говорю про то Чтобы прямо вот совсем Совсем в облакатах Стратосферу улетает Но не менее, да То есть там Имеется возможность Просто отодвинуть Экран на какое-то расстояние Я, кстати, смотрю Я, кстати, смотрю больше Ну да Ну, сам активно героис Не знаю как вы Но я больше наблюдаю За внешним видом За окружением Там у нас Миног Который все время Глаз смотрит Или дома Прикольно тоже нарисовано Не зря они Акцентировали свое внимание На презентациях Ну да Действительно Есть к чему Присмотреться Время там Пока в таверне Даже, например Будешь Когда находиться Скорее всего Ну да Они же говорили Про то, что Они в каждой своей игре Стараются унести Как можно больше деталей И на этом ставят акцент А не на Как говорится О том Чтобы просто улучшить Там графику И забить на все То есть они стараются Как можно больше Разнообразить Те же самые карты Увесив их Как можно большим количеством Различных фишек Больше полигона Мы видим Как красная команда Хорошо в принципе Обороняется Пропустив Правда Атанку Призрачного корабля И отгоняя Синюю команду У нас Половина карты Я думаю Что Призрачного корабля В принципе Остановить нельзя То есть никак Потому что Он просто есть И все То есть Кто купил Тот и выиграл А потом Кто перекупил Тот тоже выиграл Все красные Все проигрывают И проигрывают Да Всего до выстрела И форт уничтожается Тут видимо Тоже Разделение Там Насколько Прочное здание Три степени Пока Видно Ну да Но идет Как Тоже Дота Лол Там же Тоже Три степени Защиты Идет Первая Башня Потом Вторая И потом Идет Уже Основной Форт Таким же Образом Здесь Видимо То есть Ну суть То в принципе Одна и та же Везде И вот Как раз Еще один Форт Уничтожен Сейчас Центральный То ли Зевс То ли Кто Точнее Это не Зевс Это Посейдон Он же С тресупцем Ходил Да Да Еще Щиты Тома Тоже Интерес Вот Пучка Хуком Промазал Ну Хук Кстати На Такое Длинное Расстояние Вот Кстати Начинает Корабль Еще Опять Атакует На Уже Синих Потому Что Красный Вот Раскупили Мы Видим Даже Как На Карте Снаряд Летят Да Кстати Хотел Тоже Сказать Об этом Что На Мини Карте Можно Наблюдать Куда Именно Все Это Летит И Причем Там Это Красиво Отображается То есть Не Просто Что Там Я Не Видел Ни Одна И Одной Игры Да Вот Такого Плана Который Пробор Образов Какой Снаряд Летит Сейчас Диабло Откреб Не туда Смотри Ультралиски Истарика Коллекционный Вон Да Да Слушай Офигенно Неужто Тирайл Умрет Да Он Умер И потерял Все Монетки Ой Четыре Героя Сдохло Чего-то Они Переоценили Свои Возможности А у Твер Четыре Вот Теперь Целая Минута Есть Там Отбиться Ну Да Правда Непонятно Тут Выкуп Есть Или Нет Скорее Всего Есть Но Опять же Наверное За те Же Самые Монетки Их Теряешь После Смерти Нет Это Как-то Глупо Ну Не знаю Сложно Сказ Видимо Здесь Помимо Этих Монеток Есть Другие Которые Отвечают За Покупку Из Шмота И Прощего То есть Которых Мы Не знаем Которых Мы Не Видим Я Бо Так Сказал Не Но Для Чего Здесь Уровень Что Он Дает Какие Характеристики Повышаются Кроме Прокачки Скиллов Он Дает ХП Повышение Атаки Обычные Скорость Атаки Сила Атаки ХП Уклонение Не знаю То есть Зависимость Аркласса Наверное Повышает Ну Все Стандартные Плюшки Плюс Одно Из Умений Плюс Еще Говорили Что Можно Прокачивать Допустим Четыре Умения А можно Вливать Только В одно Ну Это Как бы Логично Не Мне по моему Кажется В лоле Нельзя Только В одно Принуждают Единичку Во все Влить И Нет Нет Там Можно 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 И в диабло Можно Тьфу В диабло Чето я совсем Можно В доте Можно И в лоле Можно Везде Можно То есть Это Нет Это Чето Ты Просто Видимо Не заметил Сколько Обычно Вот За время Пока Ребята Лежали Те Успели Догнать Их И теперь Разница Стала В один Левел Будет Чуть 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 Попроще Да Да И по киллам Почти Сравнялись Все Команды Да Только Правда У синих Два Форд Еще Цел А у Этих Один Дальше Дальше От битвы Видимо Идет за лагерь С монетками В этой стадии Игры Скорее всего Будет Все Решаться На вот этих Нейтранных Как в лагерях Которые подальше От центра Карты Выходятся Там За монетки Сражения Часто Происходят Там Даже Суть В том Что Не то Чтобы Монетки А Скорее Просто Взять Ох Ты же Как Диабло Да Я Вот Хотел Отлетел Прям Там Скорее Не за Монетки Идет Сражение А за Самих Героев Вот Этих Дополнительных Потому Что Они Более Важные В этом Плане Наверное Для Контор Защиты Базы Монеты Было Удобно Собрать Почему Они Докрупируются В этих Благерей Скорее Семь Защитная Тактика Синей Команды Чтобы Не дать Золото Набрать Вот Этих Монеток Красный Блин То Что Например Можно Опять Же Так Как Любой Юнит Которого Ты Побеждаешь Ну Или Любой Не знаю Как Там Это Именно Происходит Красная Команда Потихоньку Убивает Там Под Зеслом Неплохо У них Получается В принципе Замес Вытянуть Все Синие Выиграли Да Синие Выиграли А вот Гному Кстати Очень Повезло Дворфу Точнее Видишь Там Сколько У него ХП Ну Давайте На 720 Переключим Ну Отчеты На 720 Трак Что ж Но У меня Все нормально Что всем Нравилось Ну Не знаю Я на 720 Должна На Стрим Само Начало Еще Я Еще Хочу Блин Концерт Посмотреть Который Потом Будет Концерт Тоже Будет Транслировать По Билетам Да Будет Транслировать Не По Бесплатно Не Ну Его В любом Случа Будет Транслировать Я В этом Смысле Я Хотел Бы Посмотреть Более Что Еще Кстати Был Концерт Вначале Когда Мы Как раз Пришли Мы Пропустили В принципе Но Часть Там В самом Начале Есть Ну Что Сейчас Нам Покажут Другую Карту С другой С другой Стороны Точнее Новую Карту И Сейчас Мы Тоже Посмотрим Где Скорее Всего Будут Эти Мини Подземелья Где Тоже Можно Добывать И Убивать Мини Боссов Там Сейчас Показывают Экран Выбора Героев Местами Когда Проходят Голем И Дот Эти Можно Вызывать Да По идее Они Видимо Взяли Призрачные Копии Из Диабло Потому Что Там Изначально Были Подземелья В Которые Ты Заходишь Там Есть Боссы Которые Можно С 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 Классный Выбор Монезает Героев Потому Что Когда Первые Варианты Показывали Там Было Просто С С С С С С С С Герои А Справа Их Статистика Здесь Уже Получше О Мы Легче Увидим Отлично Сейчас Посмотрим Что У нас Лич Будет Делать Мне Там Интересно Какие Улича Да Потому Что Это Один Из Моих Любимых Персонажей Музыка Наверняка Заморозка Да Потом Вызов Дракона Ледевного Вызов Скелетов Гулей Вчера Мы Смотрели Ты Где Был Ну Мне Интересно Это Посмотреть Все Все В принципе Да То есть Как тебе Сказать Будет ли Человек Попадать Скиллами Да Вот И как Это Будет Выглядеть В битве То есть Нам же Показывали Это В картинках В основном Мы Это В принципе Видели Там Я Помню Видели Как Гулей Вылезали Но В целом То есть Интересно Как Это В боевке Будет Выглядеть Скорее Всего Этот Герой Будет Довольно Тоже Таким Активным Ну Тут Все Зависит От Картежа Герой Ближнего Боя Ему Как Говорит Априори Надо Быть Активным Вот Сами Близзарды Говорили Что Нужно Перестраиваться Перестраиваться Под каждую Карту К стратегиям Там Где-то Монетки Собрать Где-то Тип Близзарки Там На корабле Покупать Капитаны Ну Да То есть На каждой Карте Есть Что-то То Что Есть Только На ней И Это Самый Важный Скажем Так Момент Который Должны Знать Игроки То есть Если Там Например Надо Собирать Монетки То Все Этим Занимаются Если Надо Именно Просто Не Давать Противнику Пройти Но Прорваться Самим То Заниматься Этим И так Далее То есть Ну Это Как Скажем Так Суть Игры И Понятно Что Надо Перестроиться Но Я думаю Что Не у Всех Это Всегда Получается Например Как У меня Мне Даже Кажется Что Монстры Здесь На Карте Корабли Вот Когда соперников Опаснее Во многом Это И только Когда нет Крипов Когда нет Золота На корабль Только Тогда Все решают Тимфайты 5 на 5 Когда Сражение Идет Получается Передышка Между Крипами Будут Происходить Такие Крупные Столкновения Героев На картах Либо Одни герои Будут искать Других Которые Формят Что Нибудь То Тоже Самое Золото Или Големов Создают Или Повелителя Воронов То Есть Таким Вот Тоже Интересный Момент Люди В лес Уходить Туда Можно Будет Втроем Вчетвером Прибегать В самом Начале Забирать У них Крипа Отходить С Крипом Атаковать Потом Пока Ты Отходишь Монетки Собирать Другая Команда Будет Не Сценировать Мой же У нас Началась Тут Играющая Сейчас Первая Команда Вторая Команда Вот У нас Идет Из Доты Дябла Шаман Чува Чува Хороший Я че-то Совсем Уже И Любимый Турен По крайней Мере Для меня Также Здесь Ильдан И охотница Демонов Утар 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 Вон Смотри Команда Команда Велосипед Изобретатель Велосипед Велосипед Изобретатель Велосипед Друидам Ждут Когда Откроется Шахта Чтобы Они туда Могли Пойти И Босса Побить И Получить Дополнительное Золото Кстати Таймеры За каком Заметливом Интерфейсе Они наблюдаются Да Непонятно Как они Отмечают Тайминг По которому Будут Ходить Шахта Ну Просто Она Видимо Открывается В определенный Момент Какой-то Но Когда Именно То есть Неизвестно Ну Просто Видимо Они просто Ждут То есть И Как только Она Открывается Они Сразу Заходят Наверное Это связано С волной Крипов На десятой На двадцатой Волне Крипов И Дет Какой-то Событий Скорее Всего Можно У тебя В общем Не лагает Прежде всего Нормально По крайней Мере У меня ОК И Пасем Моего Стрима Ты Мне Не Отвече Но Если Я Включу Я Свой Стрим Включаю У меня Лагает Оба Поэтому Я Сейчас Включал У меня Не Лагало Нормально Все Идет Без Фризов Кадры Не Другаются Это Хорошо Там Напишите В чате Если Вдруг У кого-то Что-то Подлагивается Значит Голосовалку Просто Сделал У 51% Иногда Есть Лаги У 41% Нет У 8% Только Есть Лаг Кстати Вот у нас Явный Хиллер В игре Лазер Да Уже Третьего Левела Будет Даже Четвертого Будет Всю команду Тащить А умения Здесь Получается Тоже По левелам Прокачиваются Или Сложно Понять Я так Заметил Что Они Все С первого Левела Даются Ну Если Дерево Скиллов То Непонятно Сколько Он Там Закинул В плечилку Вот Чтобы Хилить По карте Ну Да То есть Скорее Всего Именно По древу Прокачиваются То есть Вне Игры Ну Что Эти Шахты Открылись Да Да Открылась Шахта И Они Мошли Зачищать А Вон Там Сверху Я не Знаю Заметили Вы Или Нет Там Сверху Был Какой-то Персонаж Которому Они Опять Монетки Сливали И По-моему В связи С этим Открылась Шахта То есть Как только Они Заплатили Дань И Она Открылась Но Иллиден Сейчас Сдохнет Да Там Иллиден И Бычок Сейчас Тоже О Бычок Отлетел Иллиден Тоже Все Смотрите Красные Захватили Этих Мобов Дополнительных Они Там Башнями Занимаются Они Выглядят Совершенно По-рукому В отличие От Предыдущих Да То есть Ну Да Плотненькие Они Тоже Камнями Кидаются Они Из Пушки Стреляются Да То есть Тоже Уже Интересный Вот Показывается Карта Если Ты можешь Сейчас Видеть То Что Она Разделена Ну Да На две Части Типа Шахта И Поверхность Да Это Тоже Интересный Такой Момент И Я Смотрю Что Синие Сейчас Будут Пытаться Успеть Вот Этого Гиганта Себе Переманить И Они Да Успевают Получают Ту Левел С Седьмой И Опережая Пережая Противника Сейчас Утр Только Что На Маунт Сел Значит Его Можно Заиспользовать Значит Он В инвентаре Лежит Ну Наверное Либо Просто Как Скилл На Какой То Из Кнопок Почему Этим Комментатором Стуль Не Дали А Они За спинами Не Видели И Их Не Видно Скорее Все Так Или Компы Не Выделили Да Но Смотреть Опять Ж С Трех Компов Это Странно Ну Кстати В подземелье Тоже Необычно Так Как-то Выглядит Все Это Происходящее Но Видно Было Что Герои Некоторые Телепортироваться Могут Из Подземелья Напрямую Наверх Только Не Ясно Еще За счет Какого Скилла Это Делается Как Улоли Скорее Всего Возможно Свитки Опять Те Же Самые Вот Например Телепортируется Так Один Лагерь Был Захвачен Синей Командой Сейчас Скорее Всего Идет Пушинг Обидшие Шахту Пойдут Пробивать Ворота За счет Крипов Будут Вытягивать Первый Лайн Семь 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 Но Семь Не решились Снабитым Немножко Отходят Красный На карте Отмечается Что Супер Мега Монстр Идет И в каком Направлении Да И такой Маленький И с другой Стороны Тоже Семь 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 И он Какой Такой Реально Имбов Выглядит Ну и он Просто по размерам Больше Да Так Он Что-то Я так смотрю Особого урона Пушинг Не наносят Но он Берет Весь урон На себя Видимо Это Суть Как раз В этом Что он Танкует Ну да Получается Ты сплоешь Сразу Несколько Умени Заюзали И заходят На первый Кэмп Пробивают Колодец Сейчас Забивают Первую Башню Аутра Грит Покидается Вместо Бор Как обычно Типа Трусом Его Обозвали Не Ну а у него Бедняги Там Во всех РП0 Чего Смысл Лишний раз Умирать Если Он может Восстановиться Отрегениться И потом Уже Побежать Дальше Опять В бой То есть Нет Но на самом Деле Он правильно Поступает Красные Кстати На дефе Опять Уровень Получили Гораздо Легче Уже С прокачкой Пошла У синих На защите Синие Тоже Потихоньку Кучается Но красные Интенсивно Почему Прокачались На защите Я бы не сказал Синие Прокачались Все таки До Десятого А красные До девятого Нет Но факт то Что они в защите Подняли Один Лав При том Что нападение Не смогло Этого Подняли Так Я вас Сейчас Оставлю Потому что Синие Снесли При этом Форд Хуже И по убийствам Они лучше Да Они вновь Опять Лидируют Видимо Сторонами Так и Не менялись Ну да Мы видим Сейчас Как они Захватывают Как раз Вот этих Бучков Или Кто Это Я даже Не знаю Какие-то Веселые Окры Через Там таймер Виден И Убили У нас Таурен Или Там еще Ой Сейчас Керриган Убьют Блин Коварса Нужна Нет Керриган Успел Уйти Или Убили Заместо Керриган Я так смотрю Что Лагеря Респауниться Через определенное время Но это логично Как то же самое Было И В Доте И Лоле Но там По-моему Время не писала Здесь оно пишется Даже удобнее Подошел Узнал сразу А вот Через Столько ты воскреснет Да Кстати Правильно Говоришь Это очень Будет удобно Особенно Если Команды Будут рассчитывать Свои стратегии Именно На лесных монстров Полностью Не качаться Только в подземелье Потому что Как бы Они дают Тоже определенный Прирост Во-первых По левелу То есть По деньгам И соответственно Как дополнительная Атакующая сила Идет И Гоблину Кстати С не повезло Очень сильно На него Блинканулся А нет Вопрос Да Пустер Куда он Номдака На блинке У него Ох тут мясо Стан Блинк Костан Синюю команду Прям так Убивают Что ужас Варвар Че здесь пропустил Сейчас за варваршей Бегут Хотят добить Охотник на демона Там еще походу Бычонку достается Артасу Лич как назад Отлетел Просто ужас Было В спину Я бы сказал Что он вперед В таком случае Назад отлетел Ребята Пошли опять Подземелья Походу Артаса Пассивка Что ли Репел Наверное Раз он так Быстро Восстал Хотя нет Не Он у него Еще 7 секунд У кого 7 У кого 10 Ну я в 720 Сматриваю Я тоже в 720 Но У меня почему-то Как-то чуть позже Вы кстати Заметили Что она на мини-мэпе Наводит мышкой На иконке героев Показывается уровень Информация Ник Ну да Тоже удобно Ну наверняка Это только В стримерском интерфейсе Хотя Мы не можем знать Что там Огерков Именно происходит Да Собственно Чем я и говорю Потому что Мы же не видим Даже как они вещи Покупают Хотя Уверен Что они есть Потому что Без вещей В принципе Такая игра Невозможна Да То есть Потому что Вещи дают Определенные Пассивные Пассивные А вдруг И непосредственные Способности Ну блин Тогда это Будет Немножко печально Наверное Может это Какие-нибудь Руны Которые в имени Вкладываются Ну или руны В таком случае Ну тогда Допустим Смотри Ты прокачался Вкачался Все в умении Да То есть Если ты это Делаешь Например Вне игры То у тебя Получается Ибо Персонаж Который Носит Сих И вся Не знаю То есть Сложно сказать Мне кажется Здесь нету Инвентаря Потому что Потому что Мы не видим Как герои Подходят И где-то Что-то Покупают Да Да Но они Все время Просто В движении Ну кстати Тут может быть Как в игре Вот Даунгейт Сейчас Там Только на базе Можно закупку делать И когда ты нажимаешь Там ничего не видно И в любой момент Можно наверняка Такое меню нажимать И прокачиваться Ну или кстати Как в лоле Там насколько я помню Осел есть Который может летать К тебе Прям напрямую И прям тебе Приносить тебе вещи Все То есть Которые ты покупаешь То есть Ну Сложно сказать Тем более Если нет вещей То тогда Тут получается Ездовые животные Единственный вариант Увеличить скорость Передвижения В гарде Но они как бы Об этом и говорили Хотя вроде как Что-то говорилось О скиллах И прочим То есть Есть возможность Вы кстати Обратили На самый верхний Интерфейс Внимание Что вот полоски Заполнения Вот этим показывает Которые прямо Посередине Да Скиллс Это может Тоже Как-то на вкачку Влияет Или там Critical damage Срабатывает Когда полоска Немного А почему-то кажется Что это Все таки вот этих вот Больших големов Показывают Потому что Смотри Синий разрушился Да То есть И все А красный Это здоровье Вот он еще живой Стоит До степени На стороне Это более заметно Понятно То есть Кто сейчас Доминирует Я так полагаю Ну или Насколько пробили Можно сказать Ну скорее всего Может еще это В какой-то мере Будет отображать Захват крипов Кстати Заметите Что по никому Не пишут Кого там Снесли Какого героя Именно Что команда Команда Снесла Как Blizzard Обещали Что команда Будет Слово Я типа Не будет В этой игре Ну да Будет Командная Игра Никакого Индивидуального Скилла Только Все Командное Замедействие Решает Вот смотри Показывает Утер У него Нету Инвентаря Утер Потанцевал Еще такой Месенчак Протроллили Какая И керриган Добила Пушка У него Кстати 6 умений Да Было Да 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 6 Он еще Что-то Личом Может Сделать Ну по крайней мере Маска Лича Это вот 16 уровень И Джош Это имя Что-ли А Слушайте Получается То есть Добавляется Уровень И добавляется На самых Последних Уровнях Уже Мега Такие умения Потому что Я помню Что изначально У всех Было 4 умения Которые Они могли Использовать Но у него Кстати 2700 Жизни Было И 1500 Да По-моему Манная Где-то На 16 Уровне Сопостоянно Весь Это Написано Чересколько Откроется Добыча Золота Наверху Там Отображаются И герои Мощно То есть Фактически Это последовательность По которой Команды Видят Нет Я сейчас Объясню Это Было Не это Это Заспаунился Босс Заново Он Видишь Снизу На карте Босса Вот он Заспаунился Как только Это время Закончилось Потому что Ребята Куда Даже Забежали Специально То есть Подземелье Уже Было Открыто И Они Ждали Именно Спауна Вот Санкт-Петербург Вот И еще Слышно Как он Сейчас Крючок Играет Иглушает Сверх Ну и Уш У тебя У меня Это Не слышно Хочу Меня На максимум Ставь Там Очень Тихо Слышно Но Я Слышно Там Нужны Были Одну Ни Одну Не Нашел Так Крючит Бедняга Да Просто Синие Команды Не Можете Решать Никак Бычок Прям Веселит И Бычка Убили И Смывается Гоблин Оставляя За собой Мину Попутно Шаманка Швыряет Там В него Хлоков По-моему А Огр Просто Метается В здание И вообще Никто Не трогает Честно Да вот Интересно Кто Получает Контроль Именно Призванный Вот Этим Захваченным Крючком Тот Кто Его Перв Убивает Сколько Я Понимаю То есть Вот Ты Убил И Получил Контроль Остальные Никак Шаринга Контроля Нет Да Вот Такого Как Варкрафте Там Раньше Либо Он Бесконтрольный То есть И просто Да То есть Убивает Команда И он Сам Идет Просто Вы говорите Про монстров Который В лагерях Что ли Нет Нет Последний Вот Который Босс Типа Можно Либо Его контролить Все Такое Вроде Как В первый День Говорили Что Можно Но Я могу Ошибаться Потому что Насколько Я понял Его Можно Просто Направлять По какой Сторон Идти А Так Он По-моему Не контролится То есть Вроде Как Ну То есть Баланс Ну Иначе Как Двумя Героями Контролировать Ну Да Там Один Хочет Вверх Второй Хочет Вниз Да То есть Ну Чето Или Да Но Вообще Мало Видно Ну Да Помало Хелкин Вспомни Как ты в Старкрафт Играл Когда в пробке Продюсит Когда мы контролили Когда мы контролили Твоего А Вот было бы примерно То же самое А Синюю 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 Прямо вынес В лице Красных Но Тимвайп Полный Ну Все Сейчас Пойдут Разрешить Демон успел Убежать Охотник Не пусть Убивает всех Керрига Надо добиться она заходит сама самоубийца бедняга ну беги все успел красава и заходим в другую территорию нет прикольно там какой то шуруп синий великается ну да инженер обронил да инженер обронил свой болт кстати красные там тоже подпушили один tower по низу ну да но опять же у синих осталось два форта у красных один левел разница 3 ну это как бы наверно такой момент был им сейчас придется на базе сидеть хотя нет вру это не левел был это убийство разница 1 уже теперь стал а левел одинаково он сейчас понимает игроки красной команды что им нужно что-то дополнительное и идут в подземелье да и тем не менее один идет все равно на защиту ну даже двое идут на защиту и трое пошли в подземелье ну скорее всего мы сейчас после подземелья опять с центра карты будут будет выманивать героев на базу и загонять или же может быть изменится игра если сейчас вот в лесу удачно захватят крипов у них и стан появится и все там вот сейчас герой должен появится а вот и так ну вот они сразу подземелье сомнитель вот идет призыв героев иначе они говорят впервые собрали 100 черепов и сейчас призовут самого огромного и мощного монстра мы говорят боимся чтобы игра не крашнулась и не завис игровой процесс при этом второй команде ноль черепов вот он вылез и мы сейчас на это будем смотреть о поведитель голема и поведитель черепов плюс он может еще суммонить мелких помощников а то есть ну на самом деле от зависимости черепов зависит его здоровье потому что смотри какая у него мелкая полоски там да то есть настолько мелкие а у второго они очень большие и у него буквально там 3-4 удара и он умирает то есть ты понял о чем я ага действительно много хп в нем да там прям таки можно всю базу наверно протанковать не зря 100 черепов на него забирают всю игру а тут видишь в чем проблема то они могут и не затанковать потому что уже атакуют главную базу у нее осталось очень мало хп и они ее забивают все да проиграли не помог им их голем да очередной агрессивный ганг спасает всю игру синяя команда опять выиграла 2-0 разработчики проиграли кастером да вообще трагически это все ну как вы видите сами разработчики довольно интересно так на друг на друга посматривать после этого матча как бы говорят о том что что то мы успели вам показать ребята подумайте что это за игра будет кстати на одном из тоже близконов был чемпионат по вовке и для прикола лучшая команда на арене 3 на 3 сыграла пару матчей против разработчиков вовки они тоже там сливали только так позорно что там кстати рассказать впечатления но он сейчас просто комментирует что мы пытались захватить и сделать самого мощного голема состоящего из ста этих и это была наша цель и поздравляю вас с победой 2-0 говорит иди сюда говорит сейчас поговорим с тобой я стал вас проверить меня как стрим лагает вообще сейчас у меня у самого лаги начались но получается как и говорилось в первый день самое главное это построиться под особенности карты вот собрались черепов я считаю последнюю атаку могли бы так бы и не затащить без голема но там проблема то как раз что затащила та команда которая не собрала это тоже непонятно ну почему там смотрели то есть они не собирали черепа у них был самый слабый голем у которой вообще без черепов да то есть и получилось что призываются два голема сразу один один от красной команды один от синий соответственно и та команда которая собрала больше черепов собственно и получает более сильного голема это логично вторая получает только же насколько собрали черепов соответственно и выиграла команда которая собрала ноль черепов то есть со слабым големом но он помог им протащить тоже так что выходит что на первой карте мы видели что особенности карты именно помогают решить исход игры ну да конечно как бы больше фарм что ли вот этот вот что подземелья постоянно себе играли летом вы заметили что не так много они подземелья были первую половину игры активно активно там лазили а вторую число столкновение всех команд происходило в большей степени ну здесь еще так называемый скил решает да то есть у кого лучше умение у кого лучше знание данной игры и так далее скажем так умение управлять собственным же персонажем ну и плюс не забывать вводить постоянно в бои новых дополнительных скажем так могут на которые есть в игре вот и тогда в принципе на я думаю что легко прорвать любую защиту какая бы там ни была как то так собственно на этом основу игры насколько я могу это понимать так я сейчас пока перезапущу стрим потому что он мне лагает так же как и твой то есть мой все таки лагает да такие под тормоза мне вот понравились ездовые животные интересно было посмотреть поначалу казалось вроде что как то на пони кто то будет какая там или еще что то вроде как что это как то не впишется в игру да нет это выглядит прикольно я бы сказал так 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 бегать спокойно там кулку на пить все дела вот почему ребята прощаются с нами и говорят всем удачи всем спасибо да и следующее у нас вопрос ответы косплей потом будет в 4.30 есть ну будем ли мы собственно это ждать вот сейчас я это услышу от элкина нет мы сегодняшнюю свою программу отстримили как мы как и обещали диабло 3 но там ничего такого не будет по поводу косплея и по поводу концерта я это выложу скорее всего запись завтра если у меня будет возможность или послезавтра в понедельник там как то так ладно всем спасибо за просмотры мы рады были вас видеть были как говорится на старкрафте вы были на варкрафте вы были на диабло сегодня были на хардстоуне побывали узнали про новый фильм что там вообще планируется там кстати лотара и дуротан будут в фильме обязательно поэтому сегодня точно узнали и суть будет в том что все вы как говорится увидели что возможно что мы могли бы показали сейчас мы у вас просим прощения удаляемся спать на самом деле потому что не знаю как келкин я лично немножко не выспался еще со вчерашнего дня так что всем спасибо за просмотр мы рады были вас видеть не забывайте приходить на наши основные каналы на ютубе может будем еще стримить здесь периодически посмотрим в любом случае ребят спасибо вам за поддержку за то что вы нас смотрели всем удачи пока 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 счастливо я отключил стрим раз стрим все 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 все